Число ВИЧ-инфицированных в этом году возросло. Официальное количество зараженных с ПИДом только за этот год достигло 9515 человек. 2013 человек уже нет в живых. Среди больных ВИЧ количество мужчин составляет 64%, а женщин – 36%. Из общего числа заболевших 47% людей заразились путем незащищенного полового акта. Чуть меньше при употреблении наркотических средств, инъекционной или через медицинские изделия. Почти у 3% инфекция перешла от матери к ребенку, и лишь 4% остаются неизвестными случаями. С 1 октября заработная плата учителей всех категорий повысилась на 30%. В среднем от 3 до 4 тысяч сомов с сохранением всех действующих доплат в зависимости от стажа работы, образования и количества часов. Помимо этого, более полутора тысяч объектов были подключены к интернету. Из них 660 школ и 643 медицинских учреждений. В 2019 году много сделано и в сфере медицины. Например, завершено строительство больницы Кыргыз-Досток, рассчитанного на 150 человек. Услуга гемодиализа теперь будет получать за 4 тысяч сомов вместо 6 в любой больнице города. Помимо этого, китайское государство передало больнице Морской области – медицинские аппараты на 150 миллионов долларов. В 2020 году планируется открытие детских клиник. В этом году ЕС был разработан механизм начисления пенсий для граждан, работающих в странах Таможенного союза. Трудящиеся союза будут получать пенсию не только за деятельность у себя на родине, но и за периоды работы в других государствах. Каждая страна будет платить пенсию по своему закону. Соглашением определены виды пенсий, на которые она будет распространяться, а также пенсии, которые будут экспортироваться. Новый министр образования Каныбек Исаков 2 октября запретил директорам и учителям школ собирать деньги с детей. Исаков подписал соответствующий указ. Стоит отметить, что он не первый министр, который пытался искоренить деятельность родительских фондов. Такая попытка уже предпринималась в 2006 году. Позже появился Институт общественных фондов или так называемый попечительский советов, в которые входят родители учеников и которые создаются при общеобразовательной школе и регистрируются в Министерстве юстиции. Но будем надеяться, что эта попытка чиновника принести изменения в сферу образования всё-таки даст свои плоды. Гульчан Абдразак, Азанур Мухаммед Абдамаджинов, Новости ОШПИРИМ.